Всем салют! В сегодняшнем видео я подведу короткие итоги прошедшего чуда в нашей подгруппе. Вот ее таблица этого чуда закончилась. В принципе, начинается с первой недели, с первых выходных, а таблица не менялась. То есть как в первую неделю, так и в последнюю. Как начали, так и закончили. Изменений не было, места не менялись. Как шли, так и шли. То есть такая была ситуация, что одни атаковали других. То есть если левел начинали атаковать рок, к примеру, рок там шли, атаковали мат и тар. То есть в основном все атаковали рок и мат, атаковали тар, потому что левел атаковали рок и мат. То есть SSD воевали с левелом, ну а фан никто не трогал, так как все воевали за свои места. Да, да, как получилось. Вот. Возможно, это не было интриги какой-то, не было закрученного сюжета. Зато были довольно-таки много боевых действий, да, особенно от союза левел. Очень активный, самый активный союз, да, то есть они воевали со всеми. В принципе, да, то есть начиная со второго места и ниже. Заводили мобилизацию, всех атаковали, много очков набивали. Ну вот, то есть если посмотреть короля войны, да, то есть в последние недели даже Майк, который, ну, сидел в обороне, его викторианец обогнал. Да, то есть вот и Виталий СПБ, и Тасман, вот они довольно-таки высоко заняли места. Ну, это, этот самый король войны, это те, кто не только в чуде воевал, да, то есть все среди недели там еще летали на ракушках, там били на руде, просто замки сжигали, да, то есть, ну, такой вот момент. Ну вот, все остальные места, да, то есть, ну, расположились, в принципе, как изначально, да, к сожалению, чудо, как не приносили какие-то изменения, они не смогли повлиять на то, чтобы навязать какую-то борьбу. То есть саботаж из новых, да, саботаж мне крайне не понравился, да, он, на мой взгляд, больше вносит дисбаланса, чем баланса, да, или возможности каких-то там действий. Ну, опять же, это сугубо мое мнение, да, купол, купол интересное, да, если вы дает возможность там поставить купол, или там, ну, с целью атаки, да, попробовать подловить соперника в момент, когда вам удобно. Соответственно, вы поставили купол, собрали топовых игроков, если соперник не увидел, что вы в купол, надели, у вас, по крайней мере, будет час для того, чтобы совершить ряд атак. Но потом, естественно, когда купол у вас пойдет, соперник еще останется, придется позащищаться. Ну, или же, как многие делали, особенно первые три недели, просто ставили купол вечером, в воскресенье вечером, да, для того, чтобы воскресный вечер там провести, скажем так, дома с семьей или заниматься своими делами. Вот. И лечение, да, ну, оно актуально, да, когда идут боевые действия, в какой-то момент договориться, прожать лечение, чтобы часть войск полечилась, ну, сэкономить ресурсы у скорой, да, то есть, а так по понедельникам, в принципе, все лечилось. Ну, у активных игроков, кто активно играет, его активно воюет, в принципе, я думаю, что у всех у них, ну, на понедельник лечилось почти 100%, потому что это они донатили в основном и делали так, чтобы у них все полечилось. Ну, не все, конечно, но в большинстве. Вот. Ну, и замедление тоже интересная вещь, да, так дает какие-то возможности для маневрирования, да, там, подловить тоже где-то кого-то, ну, есть свои моменты, такое-то. И небольшой интерес внесла и разнообразие в игру. Вот, саботаж его, конечно, что-то они сошли, зашли, так сказать, с ноги, вот, с этим решением сделали, хотя, там, по 20%, чтобы он сносил, да, то есть, дало возможность какую-то там, где-то приблизиться, что-то помочь, а так, там, по 100% сносили, да, там, физ-атаки, маг-атаки, там, физ-защиты жизни, там, урона, ну, это очень большой дисбаланс. Ну, и опять же, это сугубо мое мнение, да, многим это нравится, кому-то понравится, кто-то, в других группах особо его не использовали, договаривались, да, то есть, у нас так не договаривались, вот, ну, каждый играет так, как считает нужным. Да, вот, поэтому, возможно, внесут изменения к следующему чуду. Опять же, самое большое, что мне не нравится в чуде, да, это то, что он идет месяц, да, 4 недели, на мой взгляд, это долго. Самое оптимальное, я бы думал, ну, 2 недели это оптимально, да, тогда бы боев было больше активных, и люди бы более активно играли, когда многие противники, да, которые говорят, ой, им сокровища, мы сокровища не надо собирать, там, можно это единственное место, где можно собирать сокровища, ну, первые 2 недели, там, тех сокровищ, слезы, да, эти шахты, там, когда первый, четвертый уровень, там, пятый сидите, на них, с них ничего не капает, ну, вообще, это бесполезные сокровища. А если сделать 2 недели, ну, сразу вводите сокровища с первого, там, по восьмому уровню, да, за них воевать будут тоже сразу, и, соответственно, соберете вы больше, да, если вы в первую неделю, в первый же день сядете на шестую шахту, и за 2 недели вы соберете не меньше сокровища, чем за 4 недели, когда вы там сидите на первой, там, на второй, третьей, четвертой, а только на третьей неделе вы садитесь на шестой, да, то есть, ну, такой вариант событий. Ну, опять же, это опять касается только моего мнения, другие, возможно, считают иначе, все пишут отзывы, ну, то есть, вы все можете написать отзывы, там, под постом, да, то есть, в этом самом, вернее, под видео, можете комментарии оставить, можно писать техподдержку, будут опросы проводиться, каждый раз проводятся после чуда, да, то есть, и вы там делитесь своим мнением, не забивайте на это, да, не стесняйтесь, не думайте, что, вот, а, ничего не изменится. Если так делать, да, что, о, ничего не изменится, я не буду заполнять эти анкеты, ну, действительно, ничего не поменяется, или же, наоборот, поменяется в сторону тех, кто читает по-другому, заполняет эти анкеты, и пишет там всякую, порой, ахинею. Разработчики думают, что это классно, что так люди хотят, да, и это применяют, а мы потом за голову хватаемся, кто это придумал, да, то есть, такие моменты. Ну, вот, то, что касается нашего чуда, да, расстановки мест. Вот, что будет в следующем, какие позиции, места будут, мы узнаем попозже, потому что там, возможно, будут объединения новых серверов, возможно, не будет, но, опять же, я думаю, уже давно пора объединять, потому что М-сервера от скуки тоже начинают загибаться, да, то есть, яркий пример, такой громадный сервер, такой могучий М-75, да, ушли топовые игроки, сервер распался, да, и все, былой славы не осталось. И на многих М-серверах тоже такая вот ситуация, да, то есть, игроки поперелетали, поразлетались, ну, то же самое касается и К-серверов, да, ну, то есть, там, вот, образно говоря, там, шесть союзов более-менее живые, все, что ниже, это, там, вот, ну, люди, которые там никуда не захотели просто улетать, играют в одном союзе уже много лет, да, но при этом, ну, не знаю, ну, то есть, играют в своем удовольствии в маленьком союзе, как сказать, в маленьком уютном союзе. Ну, а на сервере там все равно людей осталось мало, скучно, вата им живется, ну, на некоторых, там, до сих пор войны идут, как на К-5, да, там, воюют до сих пор, все делят что-то, ну, по-разному, конечно, на каждом сервере есть. Жизнь происходит, но объединение, добавление новых К-серверов было бы неплохо, возможно бы, если слияние К-серверов какие-то, да, тоже было бы интересно, но опять, если бы сливали такие серверы, откуда уже повлетали, игроки, там, К-1, К-2, К-3, да, слить, там, там, я не знаю, К-3, К-5, вот таких, там, штук 5-6 серверов таких, вот, как их называют, мертвых, слить в один. Ну, по крайней мере, им бы там, людям, которые там играют, стало бы чуть интереснее, живее, да, то есть, они бы не стали какими-то сильными доминирующими, потому что бы у игроки оттуда уже повлетали, ну, просто там было бы больше людей, и им бы было просто поинтереснее, повеселее, возможно, играть. Ну, это так тоже, такой, этот самый, просто про объединение тоже, я думаю, стоит писать. В техподдержку, там, предложение, и, возможно, нас послушают, прислушаются, и это тоже сделает. Ну, на этом вот все у нас, на сене выходных, там тоже, ну, тут не показали, не знаю, где-то посмотреть. Бои были, повоевали немножко, левелс, ССД повоевали, да, в конце, другие союзы, там, между собой повоевали, ТАР, атаковали МАТ, МАТ, атаковали ТАР, РОК, там, кого-то атаковали, да, то есть, ну, потихонечку, поиграли, как могли, вот, какое-то движение было. Вот, последние выходные, вот, воскресенье было более-менее активным. На этом все, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok